Здравствуйте! Это программа «Суть дела». Экономика России вошла в зону турбулентности. Нас уже серьезно потряхивает. Самое время пристегнуть ремни. Минэкономразвитие прогнозирует рост цены тарифов, сокращение доходов и рост безработицы. В кризис, как правило, первыми страдают самые бедные. Те, которые сами уже не могут о себе позаботиться. Но никаких мер дополнительной социальной поддержки для социально незащищенных слоев населения не планируется. Бюджетниковым пенсионерам обещана лишь минимальная индексация зарплаты пенсий, которая вряд ли догонит инфляцию. В кризис 2008-2009 годов число безработных выросло почти на 2 миллиона человек. При этом большинство из них даже не становилось на учет в службе занятости, поскольку на пособие по безработице в России не то что месяц, недели не прожить. Сегодня его максимальный размер составляет 4900 рублей, в то время как средняя зарплата превышает 32 тысячи, а минимальный прожиточный минимум по итогам года превысит 8 тысяч. В следующем году, по прогнозам чиновников, прожиточный минимум вырастет еще примерно на 700 рублей. Это в лучшем случае. То есть в два раза превысит максимальное пособие по безработице, что как минимум нелогично. Несколько лет назад у правительства было больше ресурсов, чтобы залить кризис деньгами. Например, в 2010 году пенсии выросли в среднем на 40%. Сейчас ресурсов гораздо меньше. В резервных фондах денег за эти годы только убыло, зато расходы бюджета выросли от кризисного уровня почти в полтора раза. Прежде всего из-за увеличения трат на национальную оборону, безопасность и государственный аппарат. Уже сегодня кабинету министров надо не только менять экономическую политику, чтобы стимулировать рост экономики. При этом бизнес еще должен поверить, что его, как обещал в послании президент, перестанут добивать проверками, душить налогами и менять правила игры каждые полгода. Но и начинать разрабатывать и внедрять новые меры поддержки населения. Для чего, видимо, придется изменить приоритеты бюджетных расходов или пересмотреть в сторону смягчения бюджетное правило. Что можно сделать? Точно стоило бы повысить, наконец, пособие по безработице. Чтобы избежать роста маргиналов, можно обставить его разными условиями, вроде обязательности переобучения или выплаты максимального размера пособия только в течение строго определенного времени. Но оставлять в кризис 4900 рублей на жизнь нельзя. Это просто насмешка над людьми. Кроме того, имеет смысл активнее перенимать опыт стран, которые реализуют программы продуктовой помощи беднейшей категориям граждан. В богатейшей стране мира США талоны на продукты сегодня получают примерно 45 миллионов человек. И это непременный элемент политики властей. В России тех, у кого доходы ниже прожиточного минимума, по итогам прошлого года было 15 миллионов человек. При этом основная часть из них работала. Просто зарплаты таковы, что из бедности выбраться невозможно. По данным Росстата, среднедушевые доходы в малоимущих хозяйствах составляли 5,5 тысяч рублей в месяц при прожиточном минимуме в 7300. Для таких семей пакет гречки, сахара и макарон от государства помогут выжить и отложить хоть немного денег, на которые можно купить, например, одежду детям. Или потратить на лекарства. Министерство промышленности и торговли в октябре предлагало ввести в Россию продуктовые карты для малоимущих. И это было еще до серьезного обвала цен на нефть. Стоило бы также расширить меры по стимулированию переезда людей в другие регионы, облегчить поиск работы и трудоустройства, решиться, наконец, на льготы девелоперам, строящим доходные дома. Тема, которую обсуждали еще несколько лет назад, о необходимости повышения мобильности людей в России. Приводили в пример ту же Америку, говорили, как благотворно сказывается это рынки труда и эффективности экономики. Но так, как обычно, ничего и не сделали. В конце зимы, начале весны, когда начнутся увольнения, цены на продукты неизбежно вырастут, а небольшие сбережения растают, уговорить людей потерпеть будет труднее. Максимальное ужесточение митингового законодательства, случившееся после Болотной, вряд ли сработает с этой аудиторией. Люди в регионах не будут изучать, сколько лет можно получить за несогласованные акции протеста, организуя марши пустых кастрюль или митинг новых бедных. Руководителю администрации президента, Сергею Борисовичу Иванову, приписывают фразу «Лучше слушать критику в тиши кабинета, чем на площади перед народом». С этим трудно спорить. Правда, в недавнем интервью председательства правительства России для этих мер места не нашлось. В разговоре с Медведевым Дмитрий Анатольевич не назвал никаких серьезных мер по амортизации тяжелого экономического удара в сторону наименее защищенных слоев населения, пенсионеров и бюджетников. Рост цен, тарифов и налогов одновременно может привести к социальным протестам. И эта простая мысль по-прежнему остается недоступной для нашего правительства. Это была программа «Суддела». Все вам доброго. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова